друзья привет ну что у нас образовалась уже бригада вчера приехал любимый лёшек все вы спрашивали а где лёшек лёшек вот он лёшек может и посмотришь хотя бы на нас лёшек весь в работе будем сносить вот эту стену очень много было вопросов лена зачем вы снимаете обои с этой стены ведь вы же все равно ее будете убирать очень много было таких комментариев друзья я никогда не делаю что-то просто так если я это делаю значит это зачем-то нужно сейчас объясню гипсокартона и он саморезиками привел привернуть надо смотри я очень рада что это гипсокартон они арголит потому что гипсокартона можно шпаклевать можно красить здесь много разных вариантов нежели в арголите вот а снимаю я обои эти только лишь потому что этот арголит мне пригодится я это галит этот гипсокартон пригодится и мне он пригодится скорее всего в веранде я вам там покажу потом паузу нажму мне нужно будет там заделать арголитом эту часть стены ну что ж такое арголита гипсокартон не слушайте ее вот этот проем дверной мы будем заделывать вот сюда пойдет с этой стороны лист гипсокартона и с этой но в любом случае куда-то он пойдет смысл в том что нужно обои снять потому что скорее всего будет шпаклевка скорее всего будет нанесение какой-то штукатурки может быть я еще пока не решила что у меня будет то ли это покраска будет но шпаклевать точно нужно будет естественно для этого нужно снять обои с этого гипсокартона вот вам весь ответ теперь отвечу сразу на комментарии которые мне говорят ну что вы вот проходная спальня друзья я же делаю это для себя понимаете для себя вообще так скажем люблю эксперименты и я хочу чтобы это было спальней во первых в этой комнате очень хороший вид вот я лежу на кровати и я смотрю в окошко понимаете больше такого вида нет ни в одной комнате вчера мне не спалось я сейчас вам покажу этот фонарь вот здесь вот стоит стол вот вот вы его видите и там фонарик и это такой релакс когда идет дождь когда и сейчас снега нет но я уже представила когда будет снег и вот когда летят снежинки на этот свет это просто релакс это лучше снотворного поэтому здесь будет спальня понимаете мне так нравится мы здесь будем жить вдвоем может быть дети приезжать будут это не так уж и много так скажем людей и вот это проходная спальня тем более вот эта дверь закроется здесь будет стоять тумбочка здесь кровать и это проходная спальня но никак не будет мешать поверьте мне теперь сразу отвечу на вопрос по поводу проводки проводка здесь хорошая лёшек скажи какая вот черный медная медная проводка и хорошая мощность в зависимости от того на розетки да то есть люди здесь не пожалели в общем все это купили правильно единственное скорее всего будет нам будет это все наращиваться но мы будем переносить всю вот все что вы видите сейчас по верху все это будет опускаться вниз чтобы это было максимально эстетично она выглядела вверху специальных коробах но я я все-таки думала про верх лишь но все-таки хочу вниз вот уже одну стену мы снесли сейчас покажу где и вот сейчас будем сносить вот эту стену да кстати вот то о чем вы мне говорили спасибо вам большое за этот комментарий я знала что есть такая вещь анечка купила для своей квартиры сейчас они с лёшиком ходили в магазин вот эту штуку которая очень хорошо легче работать так скажем нежели вот с тем распылителем который я вам показывала конечно это проще 450 рублей дали уж стоит можно показать вот она конечно большая здесь наверное лет литра 2 2 с половиной но удобно в общем на две квартиры будет работать эта штука и я очень благодарна вашим комментариям когда вы оставляете так скажем дельные комментарии которые мне помогают но друзья пожалуйста по поводу распределения комнат я уж вот здесь вот решу сама вы же не знаете из каких соображений я это делаю для меня важен вид вот я вам объяснила почему именно здесь будет спальня но даже дело не в виде просто эта комната большая вы говорите переносить стену друзья конечно все можно сделать но мне хочется во первых побыстрее и здесь много работы и это затратно не только по времени но и по деньгам поэтому будем делать так как нам нравится вот пуся смотрит наблюдает за лёшиком лёшиком и вчера встретили накормили его пирогами накормили его гренками в общем все в делах все в работе сейчас выйду в огород до покажу вам снесенную стену я закончила наконец-то дела в огороде покажу вам то что я сделала и я очень рада что земля уже дышит и она готова к зиме но сейчас покажу вам снесенную лёшиком стену итак посмотрите вот это кухня это вы видели это вы помните вот здесь вот была маленькая комната ну так скажем кладовая что ли и халюшик сейчас вот снес вот эту стену как же стало хорошо и просторно мне кажется что увеличивалось все в два раза я вам сейчас показываю вот этот вход здесь был до пристройки это был вход в дом вот здесь вот а вот это уже пристраивали ну новая хозяина то есть вот эту пристройку там веранда холодная комната и ванную комнату то есть 20 квадратов к этому дому было пристроено сейчас доме 64 квадрата то есть дом был получается вот 64 минус 20 сколько там 44 квадрата всего дом был вот когда бабулька жила старенькая это был вход в дом вот здесь вот была стена и дверь ну про прорезь до проем от двери вот в эту маленькую комнату которая служила новым хозяевам кладовая мне это не нравится мне не нужна такая кладовая у меня есть сарае меня есть холодная комната веранда где можно тоже ну там тоже буду обустраивать вы это все увидите и вот здесь вот была вот стена посмотрите старое видео я там показываю когда мы только первый день осматриваем дом в этом это все увидите вот эту стену мы убрали сегодня лёшик санечка убрал я копалась там в огороде они здесь ваяли убирали эту стену выносили мусор мусора было много вот и теперь какие планы во первых посмотрите на этот сруб лёша сказал что этот сруб вот видя видно то из чего сделан дом вот вы меня спрашивали из чего сделан дом дом деревянный это сруб и вот вы посмотрите на этот сруб сухой можно сказать 52 года он как новенький выглядит мы просто вот сейчас обшивку сняли и видим он еще простоит больше 100 и 100 лет вот вот это мы все уберем вот здесь кстати арголит вот это вот то что я боялась что это на стенах вот это ничем не за ну как сказать мы только покрасить нужный он не шпаклюется только обоими заклеить вот так здесь но мне не нравится этот вариант конечно гипсокартон намного толще и лучше с ним можно больше вариаций разных вот значит стену мы это убрали вот все что осталось здесь вот она была стояла теперь вот это мы все снимем этот арголит обошьем вот эту стену вот такими какими то может быть брусом может быть как каким-то деревом кстати которое мы можем использовать от стены которые убрали и вот здесь вот у меня будет стоять большой шкаф скорее здесь всего обложу я кирпичиками это вот гипсовая как это называется гипсовые кирпичики ну вы видели вот у лёши в москве там у нас вся прихожая сделана этими кирпичиками вот мне видится что здесь они ну просто очень хорошо пойдут вот это конечно пластик я от него избавлюсь я не хочу много пластика в доме а здесь он везде это не упрек как бывшим хозяевам как говорится по одежке протягивая ножки потому что может быть у людей не было средств и это самый так скажем дешевые варианты быстрые отделки вот но пластик этот я буду убирать здесь будут вот эти декоративные кирпичики из гипса на кухне тоже самое вот вплоть ну вот все вот это будет в этих кирпичиках я так вижу наше жилище конечно менять будем пол здесь линолеум он мне пригодится в сарае кстати теперь его здесь много будет хозяева почему-то решили в каждой комнате здесь сделать разный линолеум хотя это прошлый век хочу вам сказать сейчас во всех комнатах делают один и тот же линолеум мой линолеум ну один и тот же пол скажем так одного цвета и это смотрится поверьте гораздо лучше вот этот пластик со стены я не знаю буду ли я его убирать может быть прям на него буду клеить этот кирпичик но мне все-таки думаете что его тоже нужно убрать сделать обрешетку гипсокартоном а потом уже класть эти кирпичики ну и потом конечно самый приятный момент это покупка новой кухни вы мне сказали хорошая здесь мебель друзья не очень хорошая здесь мебель я вам сейчас покажу вот такая здесь мебель все это отошло я это все буду снимать красить и вот эта часть то есть тумбочка и вот этот стол пойдут у меня да даже вот эта столешница пойдут у меня в рабочий кабинет все это мы с вами сделаем я покажу как я это буду делать в общем будет я думаю интересно но сейчас давайте пройдем посмотрим что там происходит у нас в комнате да это круто обои отлетают моментально дали что вот эта штука друзья купите 450 рублей и никакой нагрузки на ваши мышцы на руке вот сейчас отслоим эти обои а я пойду вам сейчас прервусь оденусь и покажу как сейчас выглядит наша земля я все это на все это у меня ушло 11 дней приехала я сюда 16 октября но первое время там 23 дня я не знаю сколько я конечно разбирала вещи потому что здесь все было наставлено ну как-то мало мальски разгребалась а потом пошла копать землю и вот сейчас мы пройдем в огород и посмотрим как же сейчас выглядит наша земелька кстати пока я не вышла совсем из дома вот это наша веранда здесь тоже достаточно места и вот та мебель с кухни пойдет вот сюда очень хорошо помещаются вот эти узенькие шкафы я повешу их вот вдоль вот этой стены и угловой шкаф немножечко зайдет вот на эту стену в два слоя то есть ну то есть шкаф на шкаф там много шкафов и получится очень хорошее место для хранения конечно у нас здесь бардак показываю все как есть но очень классная вещь для хранения даже продукта вот зимой осенью вот такие гренки мы вчера делали алешек а встречали в общем здесь холодная комната можно обходиться даже без холодильника пластиковое окно ну и давайте пройдем на землю вот эту метелочку я привезла со старой квартиры мне так она нравится итак пойдемте покажу что я сделала сегодня я закончила эту работу сейчас вам покажу знаете когда убралась эта вся трава какой же он большой стал этот участок вот когда она была как-то мне казалось что мало земли но на самом деле здесь предостаточно земли земля чернозем мягенькая да много травы и много работы этот чистотел задолбал если честно но все позади конечно может быть что-то и вырастет но будем бороться такого уже конечно основную часть я все убрала сегодня вот здесь вот возилась прям ковром был этот чистотел вот здесь вдоль сарая вот это то что мне не хватило времени вчера а вчера хоть и был большой праздник я это знаю но как говорится вы знаете мое отношение к религии вы знаете во что я верю моя религия это совесть поэтому я думаю что я ничего плохого не сделала земля моя сейчас дышит смотрите какой объем работы проделан за 10 дней руки у меня опухли вот честно вам скажу ни спина ни ноги ничего мышцы чувствую но вот болят суставы это от того что я была траву очень часто и это непривычно конечно непривычная работа для меня вот ну ничего все позади дня два три все пройдет нормализуется вот сейчас мы еще даже не дошли до конца огорода они в этом в телефоне есть рулетка короче получается от сарая 21 метр это вот длина нашего участка вот здесь очень плохая земля почему-то в конце огорода глина а там вообще чернозем посмотрите какой объем работы проделал я так торопилась я так просила боженьку чтобы он помог мне с погодой и на самом деле вы знаете у меня услышал 2 3 ноября это я вообще такого не помню у нас мухи летали пчелы солнышко было и я вот все это время копалась а вот два дня уже вот такая стоит погода пасмурная даже в дождь я копала вчера потому что торопилась вот здесь вот все было покрыто чистотелом все было здесь вот я не не вскапывала просто вырывала это чистотел поддев его вилами и выбрасывала с огорода вот это все ну тут копать даже бесполезно как вы поняли вот это все я буду с лёшиком весной убирать вот эти все деревья которые дают поросли и здесь уже просто джунгли в общем вот так я хорошо поработала вот там вот все было там дрова какие-то пеньки лежат все было в теле а теперь посмотрите на эту кучу здесь наверно больше тонны травы и еще и и разбросала сейчас я сверху так вам покажу представляете это все было вырвано моими ручками которые сейчас немножечко опухли может быть какие-то ванночки поделать я не знаю но суставы болят они просто воспалились от такой нагрузки ну вот мои хорошие вы видели как я хотела освободить землю от этих сорняков как я торопилась и все получилось земля под зиму готова теперь полегче будет намного полегче будет весной вот пока не знаю где у меня будут цветы как я что буду делать планировать но будут дорожки будет освещение даже в огороде а вот по этой стене мне не нравится как вот это я вижу все вот это стену соседскую мне это все не нравится скорее всего вот эту стену буду засаживать всю виноградом будем с вами делать вино погреб есть надо будет немножко научиться это делать вот это все затянет виноград или может быть еще какое-то вы мне посоветуете растение чтобы я не видела вот этот забор который давит и не видела вот эту соседскую стену которая тоже давит когда здесь будет зелень цветочки я думаю что все будет хорошо да еще для меня был большой сюрприз когда я получила денежку от моей подписчицы по моему галина если ошиблась простите посмотрю сейчас зайду сбербанк посмотрю которая мне перечислила немножечко денежек и сказала леночка на цветочки обязательно куплю обязательно посажу мне было очень очень приятно громадное благодарю вам ну что друзья на этом я буду заканчивать свое небольшое видео я думаю что вам интересно много людей пришло на канал не как визуальный хотя называется он как визуальный будут будут думать с изменением тематики канала может быть с его названием но я вижу что очень много людей пришло на канал именно вот по переезду по ремонту и эта тема волнует многих и в том числе меня так что не бойтесь перемен если что-то хотите делайте знаете как говорят лучше что-то сделать и потом жалеть или жалеть о том что это не сделал так что трудности не бойтесь если решили переехать переезжайте присмотрите городок может быть вам также повезет как и мне вот так вот случайно проехал через город чеплыгин я в него влюбилась первого раза и как-то все пошло как по маслу нашелся и дом по приемлемой цене и дочечка теперь рядом со своей квартирой в общем все хорошо да кстати спасибо за подсказку вот холодильник вы мне говорили что можно использовать как парник друзья я вам очень благодарна за все ваши советы некоторые советы и не нравятся но некоторые для меня очень ценные и они мне подходят скажем так так что спасибо вам и я вас всех обнимаю всех люблю до скорых встреч с вами была елена сетникова пока пока